Черный, молочный, пористый, горький. Все это о нем, о шоколаде. Шоколад известен миру много тысяч лет. В течение нескольких веков шоколад трансформировался из горького напитка индейских племен в изысканный десерт, популярный и любимый во всем мире. Если вкус шоколада по достоинству оценили еще древние индейские племена, то современные ученые провели серьезные исследования и доказали несомненную пользу шоколада для здоровья человека. Хорошие, полезные, даже уникальные вещества в шоколаде есть. Это не выдумки рекламистов, а открытие ученых. В семенах какао содержится уникальное вещество – теобромин. Название оно получило от латинского названия какао – теоброма какао – пища богов. Теобромин способствует выработке гормонов удовольствия, эндорфинов, поднимает настроение. Также в какао-бобах содержится магний, который улучшает память, помогает бороться со стрессами, повышает иммунитет. Что касается микроэлементов, сам по себе шоколад является настоящим кладезем, потому что в нем содержится и кальций, и магний, и фтор, и фосфор. Фосфор нам нужен для того, чтобы формировать нервную систему. Фтор – это укрепление зубов, и шоколад является антикариесным средством, как ни странно. Магний нужен для того, чтобы хорошо работала передача нервных импульсов, хорошо работали клетки, ну а свойство кальция – это укрепление костной ткани. Поэтому, съедая плитку шоколада, вы получаете большой запас и питательных веществ. Польза шоколада даже стала основой шоколадной диеты. Горький шоколад достаточно калориен, чтобы не вызывать чувство голода. При этом, в отличие от молочного шоколада, он не относится к быстрым углеводам, которые легко усваиваются, но не приносят пользы. Плитка черного горького шоколада на целый день – и все. Из напитков лишь кофе и зеленый чай, а лучше пить воду в неограниченном количестве, но строго через два часа после еды, то есть после шоколада. Ярослава выбрала эту диету, потому что желает похудеть, а в спортзал ходить не успевает. Скоро лето, и я очень хочу похудеть к пляжному сезону. Ярослава не скрывает свои данные. Объем талии – 70 см, бедер – 97 см, вес – 63 кг. Все эти параметры Ярослава хочет снизить за три дня. Это минимальный, но достаточный срок шоколадной диеты. Первый день диеты прошел хорошо. Я съела 100-граммовую плиточку шоколада и выпила литра 4 воды. Мне очень нравится эта диета. Мне вкусно, и мне не хочется кушать. Черный шоколад богат ценными веществами и полезными жирами. А вот сахар в него почти не добавляют, поэтому он и называется горьким. В принципе, шоколад черный, именно черный, он относится к диетическим продуктам. У него низкий гликемический индекс, он не вызывает быстрого подъема глюкозы в крови и не вызывает большого выброса инсулина. Поэтому, как бы, съедая 50-60 грамм в сутки, вы абсолютно не можете навредить своей фигуре. Сколько углеводов содержится в 100 граммах продукта, можно узнать в составе на этикетке. В горьком шоколаде сахара меньше 1 десятый, а вот в 100 граммах обычного 70-процентного подслащенного черного шоколада сахара чуть ли не половина, около 50 граммов. В молочном шоколаде какао еще меньше, а сахара еще больше – 52-57 граммов в 100 граммах. Столько же в пористом. Такого шоколада можно есть не больше 25 граммов. Наконец, испытание подходит к концу. Весы помогут узнать, помогла ли шоколадная диета. На весах – 62 килограмма. Продержавшись три дня на шоколадной диете, Ярослава сумела похудеть на 1 килограмм. Значит, сбросить вес, питаясь шоколадом, реально.